В прямом эфире программа экстренный вызов о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров. Здравствуйте. Нарушители режима чрезвычайной ситуации выявили оперативники Абайского районного управления полиции. Во время обхода на вверенной территории стражи порядка зашли в магазин, расположенный по улице Шамши-Калдаякова, работавший после 22.00. Во время выяснения причин, заставших владельца нарушить режим ЧП, хозяин магазина не придумал ничего лучшее, чем выключить свет помещений и закрыться внутри. При этом полицейским оставшимся снаружи он заявил, что магазин закрыт. Между предпринимателем и стражами порядка произошла небольшая потасовка. В результате хозяин магазина был доставлен в Абайское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Напомним, 29 марта в 23.20 на той же улице, недалеко от здания Абайского районного управления полиции, участковыми инспекторами и сотрудниками местной полицейской службы, во время рейдах мероприятий при проведении обхода был выявлен работающий бильярдный клуб. Администратор клуба, запустив посетителей в позднее время, закрыл входную дверь на замок и продолжал работать. На стук полицейских в дверь никто не ответил. После трехкратного предупреждения полицейским пришлось вскрыть дверь в присутствии двух понятых. Догадки полицейских подтвердились, в бильярдной находились 9 человек. Во время облаваний попытались спрятаться на кухне, в туалете и даже под бильярдным столом. Присутствующих опросили и проверили на наличие запрещенных предметов и веществ. Все, кто находился в помещении, были доставлены в Абайское районное управление полицией. На каждого из них был составлен административный протокол по статье 476 пункта 6 нарушения режима чрезвычайного положения. К часу ночи водитель «Лада Гранта», не справившись с управлением, вылетел за проезжую часть, снес дерево и оказался в арке. Авария произошла по бульвару Кунаева. По полученной на месте информации, автомобиль «Лада» 14-й модели подрезала Гранту. Водитель, чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль вправо. Это и стало причиной дрожж-транспортного происшествия. Водитель «Ладу» потребовалась помощь медиков. С различными ушибами он был доставлен в первую городскую больницу. Прибывшие полицейские выясняют обстоятельства происшествия. В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в хищении сейфа с деньгами. Дежурную часть Сайрамского района управления полиции обратился местный житель. Он сообщил, что днем в его дом проникли неизвестные лица и похитили сейф с деньгами и золотыми изделиями. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 8 миллионов тенге. Для раскрытия кражи полицейские Сайрамского района управления полиции осуществили комплекс необходимых мероприятий. В результате в течение суток стражи порядка установили и задержали двух подозреваемых – жителей Жамбельской области. Молодые люди признали садийным. На сегодня следствием устанавливаются остальные соучастники квартирной кражи. Как выяснилось, четверо подозреваемых проникли в дом потерпевшего. Похитили сейф, который затем взломали по дороге и забрали из него деньги. По данному факту проводится досудебное расследование. Сейф изъят в качестве вещественных доказательств. Полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидц громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. Плюс семь семьсот один, семьсот тридцать пятьдесят семь пятьдесят три. Экстренный вызов обязательно поможет. Мы на связи. Двадцать четыре часа. Двадцать четыре часа.